МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государственная жилищная инспекция заслушивали на совещании у главы Чувашия. И там, в частности, было отмечено, что по итогам 8 месяцев работы количество обращений и жалоб в вашу инспекцию увеличилось на 15%. То есть цифра достаточно заметная. С чем вы это связываете? Да, действительно, с января по август текущего года в адрес инспекции поступило 4062 обращения граждан, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Анализ работы инспекции показывает, что в последние годы увеличилась активность граждан, которая выражается в количестве поступающих обращений в адрес инспекциями по вопросам действий, бездействия управляющих компаний, что свидетельствует о том, что увеличивается гражданская позиция, гражданское участие в процессе общественного контроля, а также вовлечение жильцов в процесс управления квартирными домами. Какие чаще всего возникают поводы для обращения жалоб? Какие причины? Две трети обращений, поступающих в инспекцию, они касаются вопросов недлежащего содержания общего имущества, предоставления коммунальных услуг, то есть несоответствующих нормативам. Но в основном, конечно, протечки кровли, несоответствия температуры горячей воды, температура воздуха в помещениях в период отопительного сезона. Также, например, по задоплению подвальных помещений, удовлетворительного технического состояния инженерных сетей. Это в основном такие характерные вопросы, которые ставятся в обращениях. А как часто возникают вопросы, связанные с неправильным начислением платы за жилищно-коммунальные услуги? Ну, это, в принципе, достаточно актуальный вопрос. То есть, по числу обращений, можно сказать, его отнести ко второй степени. То есть, значимости, которая касается вопросов. Ну, да, достаточно много обращений поступает. И в части правильности расчета платы за жилищно-коммунальные услуги. После 1 июля, после вступления в силу новых тарифов, количество таких жалоб увеличилось? Или пока люди еще не совсем до конца для себя поняли? Ну, смотрите, в принципе, об увеличении тарифов, которые у нас, на самом деле, да, действительно, с 1 июля, во всех средствах массовой информации, то есть, и на официальных сайтах органов исполнительной власти, информация, соответствующая, размещалась. То есть, новость для людей была не нова. То есть, предварительная работа была проведена. То есть, по каждому муниципалитету, то есть, повышение тарифов для различных ресурсно-набирающих организаций, то есть, она была представлена. То есть, в принципе, сейчас, при проведении проверок по правильности расчета платы, мы, конечно, учитываем, правильно ли управляющая компания применяет тот или иной тариф. Пока на данный период не было выявлено нарушений. Сейчас на рассмотрении находится одно обращение, вот по нему будет уже проведена проверка, будет установлено, есть ли факт нарушения или нет. Жалобы практически всегда подтверждаются? Какой процент обоснованных обращений, обоснованных жалоб? Ну, в половине случаев факты указанного обращения, они подтверждаются. То есть, всего в половине? Ну, в половине, да. А тогда вторая половина, интересно, с чем связана? Ну, бывает, что у нас обращаются граждане, они не знают всех действующих норм жилищного права. То есть, части иногда просто приходится давать разъяснения о их праве, о их возможностях. Люди считают, что в определенной степени ущемляются их права. Но тут достаточно просто проявить свою позицию. То есть, то же самое общее собрание собственников в помещении на квартирном доме достаточно просто может решить тот или иной вопрос. Даже, ну, бывает, что люди обращаются, вот, по, например, уже по инженерным сетям, которые находятся на самом деле, ну, в неудовлетворительном техническом состоянии. Но для этого нужно принять решение о том, чтобы не латать эти пресловутые участки, которые протекают, то есть, заменить трубопровод в целом по стояку. А это уже требуется, вот для этого требуется общее собрание. Правильно ли я понимаю, что вот эти 50% жалоб, которые не совсем жалобы или не совсем обоснованы, это тоже недоработка управляющих компаний? То есть, они ведут недостаточную разъяснительную работу с населением? Ну, да, зачастую можно и частично отнести и недлежащее, то есть, информирование жильцов тоже можно считать, что это одна из причин. Ну, в основном, конечно, и ветхость тоже сказывается. У нас в разных районах разный возрастной период, то есть, по эксплуатации квартирных домов. То есть, поэтому в старом жилфонде, конечно, количество обращений, соответственно, оно и больше. То есть, если вот брать по городу Чебоксара, конечно, вот у нас есть управляющие компании в микрорайонах, в которых нет вообще практически новостроек. То есть, соответственно, и количество обращений оттуда поступает больше. Виктор Владимирович, а Вы можете назвать управляющие компании ну, своеобразные антилидеры, к работе которых больше всего нареканий? Ну, вот знаете, мы вот как бы так управляющие компании не делим хорошие и плохие. То есть, мы оценим их по их работе. То есть, есть управляющие компании, которые надлежащим образом содержат общее имущество собственников, там выполняют все предписанные законодательством нормы. То есть, выполняют весь тот перечень работ, необходимый минимальный перечень работ, с помощью которого можно все общее имущество собственников содержать. То есть, плюс осуществляют ремонт общего имущества и контролируют качество предоставления коммунальных услуг. Так и на границе балансового разграничения с ресурсонабжающими организациями, так и уже непосредственно, например, по горячей воде в точках водоразбора. А есть управляющие компании, которые не совсем добросовестно относятся к исполнению договоров управления. То есть, и в связи с чем, конечно, по фактам выявленных нарушений, то есть, получают они подписание, и в отношении должностных либо юридического лица возбуждаются дела об административном правонарушении. Ну, конечно, вот если брать по районам, то есть, ну, конечно, у нас в каждом городе есть большие достаточно управляющие компании, по которым, конечно, и количество обращений соответствующих. Ну, по Канашу, это чистый город, город Алатрия, это управление ЖКХ. Если по Чебоксарам, то тут, конечно, ну, я говорю, и фактор возраста жилого фонда тоже влияет. Большое количество обращений поступают вот по таким компаниям, как Мирный Один, Теплый Дом, Ниди. То есть, можно сказать, что вот как бы не... Ну, это связано, вот как Вы сказали, с большим количеством старого жилого фонда, такого, скажем, трудного жилого фонда, да, трудного участка работы, либо все-таки с тем, что они, ну, где-то недорабатывают. Да, как фактор можно, потому что у нас есть, например, управляющая компания, которая новая, практически новая управляющая компания, пришли в управление, которых находится, ну, даже от трех до пяти домов, причем фонд достаточно новый, но уже, уже по ним поступает достаточное количество обращений, чтобы, ну, мы заостряли на них внимание. То есть, уже к ним предъявляют претензии? Есть, есть, да, есть уже, что к ним предъявляются претензии. То есть, бывает, что по управляющей компании, которых сто на квартирных домах, то есть в квартал поступает энное количество обращений, ну, с учетом такого площади жилого фонда большого. А есть, что примерно такое же количество поступает по и маленькой управляющей компании, то есть не по маленькой, по управляющей компании, в фонде которого находится не совсем большая площадь. Кстати, а какие компании у нас все-таки больше? Больших, таких крупных или вот маленьких, как вы сказали? Ну, в таком разрезе мы как бы не ведем учет. Ну, все-таки в основном достаточно крупных компаний у нас, ну, вот в районах, в основном одна, там, две управляющие компании. То есть, осуществляет этот город Чебоксары, конечно, тут порядка 100 управляющих компаний. Конечно, понятно, что и достаточно большое количество управляющих компаний, которые управляют нескими домами. Виктор Владимирович, вот не так давно было введено лицензирование деятельности управляющих компаний. Какова эффективность этой работы? Насколько я помню, когда эта процедура только начиналась, то в одних Чебоксарах четыре компании прекратили свое существование. Правда, не просто прекратили, а все это было связано с какими-то такими скандалами. Ну, в рамках проведения лицензирования, то есть, к нам поступило только в 2015 году 206 заявлений. 200 заявлений было рассмотрено, 39 управляющим компаниям изначально было отказано, 20 управляющих компаний повторно обратились к нам за получением лицензии. Получается, ну, 19 управляющих компаний просто-напросто прекратили этот осуществлять, ушли с рынка. Потом, при повторных рассмотрениях, все-таки трем управляющим компаниям было отказано повторно. И, тем не менее, объясните, пожалуйста, как происходит, что прекратив свою деятельность в качестве, допустим, какой-то одной компании, эта же компания, как «Феникс» из пепла, возрождается уже под другим названием, но при этом со старыми же привычками и с прежней, скажем так, склонностью к нарушениям. Вот взять хотя бы ситуацию с компанией «Пик-1» и «Олстой». Ну, наверное, все-таки тут, наверное, не возрождение управляющих компаний, то есть, наверное, все-таки тут, наверное, связано с должностными лицами, которыми работали в тех или иных управляющих компаниях, которые либо сейчас сами уходят с рынка, то есть покидают, либо которым не было выданной соответствующей лицензии. Ну, смотрите, то есть для получения лицензии нужно соответствовать определенным требованиям, то есть юридическое лицо, оно должно быть зарегистрировано на территории Российской Федерации, то есть у руководителя, ну, должностного лица должен быть аттестат о прохождении квалификационного экзамена, плюс лицо, которое является единоличным исполнителем, не должен быть в реестре дискальцированных лиц, плюс отсутствие в сводном федеральном реестре лицензии, информации об аннулировании лицензии, ради выданной лицензиату, вот, и, ну, в принципе, и о соблюдении требований к раскрытию информации. Ну, так как новая управляющая компания, она еще не управляет нового квартирными домами, то есть, соответственно, обязанности по раскрытию информации, как таковой, у нее не существует. Ну, нет такой обязанности. То есть, это определенная лазейка все-таки для руководителей, которые, допустим, на одном месте уже получили целый ворох претензий в свой адрес, а потом просто закрыли одну компанию, открыли другую и занялись тем же самым. Ну, фактически можно реализовать и так. То есть, ну, конечно, в отношении этих директоров, в принципе, есть разработанный механизм определенный, то есть, в отношении, когда проводятся проверки, если предписания, выданные данному должностному лицу, они не исполняются, то есть возбуждается административное дело, которое уже направляется на рассмотрение мировым суден. И уже на усмотрение мирового судьи данное лицо может быть дисклифицировано. То есть, мера пресечения такая принята. – В вашей практике есть такие случаи, что руководители управляющих компаний были дисквалифицированы? – Ну, пока среди руководителей дисквалифицированных у нас лиц нет. Есть пока только должностное лицо, которое как раз отвечало за раскрытие информации. – А претенденты есть? – Ну… – На то, чтобы открыть этот список. – Ну, сейчас в отношении определенных руководителей мы проводим работу. – Ну, просто вот, понимаете, когда заходит разговор об этом, обычно называются одни и те же фамилии. – Ну… – И вроде как уже их все знают, и в то же время что, сделать с ними ничего невозможно? – Нет, почему? Комплекс мер это у нас есть, сам разработан, то есть мы его сейчас придерживаемся. Ну, вот, конечно, вот, та же самая пресловутая управляющая компания, то есть ПИК-1, которая изначально не получив лицензию, то есть не ушла, не захотела уходить с рынка, то есть дома, которые были внеуправлением по конкурсу администрации, были переданы в другую управляющую компанию. – Руководитель ПИК-1 в лице дедушкина Сиевия Минича, он, то есть, учредил новую управляющую компанию под названием «Молста», то есть, и вот сейчас ПИК-1 фактически, как управляющая компания, практически работу не проводит, то есть домами не управляет, но зато, то есть, большие долги по этой управляющей компании, конечно, осталось. То есть, ресурсно-набжающие организации, то есть, и имеют большую, как бы, этот... Управляющая компания перед ресурсниками имеет большую задолженность. Ну, по той информации, которая у нас есть, она оставляет чуть более 126 миллионов рублей. – Виктор Владимирович, а как быть вот такой ситуацией с жильцам? Потому что ведь тоже неоднократный случай, когда жители того или иного дома или, может быть, даже целая группа домов не хотят, чтобы их обслуживала какая-либо управляющая компания. А она настаивает. И даже после того, как жильцы своим решением выбрали себе другого подрядчика, к ним продолжают приходить квитанции от прежней компании, то есть, вот, и все это длится годами. – Ну, да, действительно, такие случаи у нас возникали. Возникали они почему? Потому что все-таки старая управляющая компания никак не хочет смириться с тем, что… То есть, их работа не удовлетворяла собственников, а собственники своим протоколем решения волей изъявили, то есть, выбрать другую управляющую компанию. На самом деле, да, бывает, что управляющая компания любыми способами препятствует, то есть, не передает техническую документацию по многоквартирному дому в новую управляющую компанию, ограничивает доступ в места, то есть, технические помещения, места общего пользования, то есть, различными способами. Ну, то есть, тут тоже, конечно, предусмотрена определенная административная ответственность, то есть, когда только нам материалы поступают, мы даем, то есть, и оценку протокольным решениям, так же мы, то есть, в случае непередачи технической документации возбуждаем административные дела. Стараемся, чтобы возбуждать как и в отношении юридического лица, так и в отношении должностного, то есть, руководителя, чтобы, то есть, отбить в последующем такое желание к такой практике. Виктор Владимирович, а что необходимо для того, чтобы лишить лицензии управляющую компанию? Ну, лишить лицензии... Ну, особенно сейчас, после того, как процесс лицензирования завершился, то есть, какие должны быть поводы? Например, жильцы могут инициировать такое обращение? Или для этого нужны какие-то более серьезные основания, чем недовольство жильцов? Ну, смотрите, жильцы как могут инициировать? Они обращаются в органы государственного жилищного назора, например, да, то есть, по факту... То есть, к вам? Да, то есть, обращаются к нам как раз по вопросам, то есть, надлежащего исполнения управляющей компании своих обязанностей по управлению квартирами дома. Мы проводим соответствующие проверки. То есть, если в течение года управляющая компания по дому не исполняет дважды предписание, то есть, то государственная жилищная инспекция принимает решение, то есть, обращается в лицензионную комиссию, лицензионная комиссия, если одобряет, то есть, мы выходим в суд о исключении этого дома из реестра многоквартирных домов по данной управляющей компании. Если в течение года 15% многоквартирных домов у этой управляющей компании, получается, уходят, изымаются, то тогда уже по решению лицензионной комиссии выходим в суд в судебном порядке о лишении, то есть, управляющей компанией лицензии. Ну, вот, также там второй случай, то есть, если вот как раз в течение года в адрес должностного лица, либо управляющей компании выдается предписание именно за несоответствие лицензионной требования, ну, который я перечислял, то есть, регистрация, наличие кольфиционного аттестата, то есть, вот этих там первых пяти пунктов, то есть, ну, за исключением там стандарта раскрытия информации. То есть, если дважды по описанию не исполняется, то тогда весь жилой фонд, то есть, аннулируется лицензия, то есть, на весь жилой фонд. А вы ведете реестр недобросовестных управляющих компаний? То есть, это официальный какой-то документ, или вы просто, что называется, держите в уме хулиганов? Ну, у нас определенно есть отчетность, то есть, определенную отчетность, то есть, ведем мы у себя в инспекции, то есть, количество поступивших обращений, то есть, количество выявленных нарушений, количество проверок, то есть, определенно мы ведем рейтинг, то есть, у тех или иных управляющих компаний. То есть, понятно, что бывают нарушения, бывают разные, И требования жильцов предъявляют к разным управляющим компаниям. Кому-то достаточно, чтобы места общего пользования содержались в чистоте и порядке. Кому-то необходимо, чтобы управляющая компания выполняла какой-то дополнительный спектр. Это понятно. Кому-то жемчуг молковат, кому-то похлебка жидковата. Уровень притязаний тоже у всех разный. Но сколько у нас всего в республике управляющих компаний? Всего у нас 172 лицензиата. 161 лицензия была выдана до 1 января 2016 года. После поступило еще 15 обращений. 11 были рассмотрены, лицензии были выданы. И сегодня у нас собирается лицензионная комиссия еще по четырем заявителям. И вот из этих 172 сколько в вашем кондуите уже значится? Я повторюсь, но мы такого не ведем. Мы если ведем рейтинг по всем управляющим компаниям. В разрезе каждого муниципалитета тоже сравниваем. Но вот такого конкретного списка недобросовестных управляющих компаний, конечно, нет. Но определенную информацию мы по ним собираем. И она, в принципе, отражается в каждом лицензионном деле. В принципе, из 170 лицензиатов, то есть большая часть все-таки управляющих компаний, они выполняют обязанности, которые на себя взяли. Ну, определенное количество, но мы будем считать, что там одна пятая, конечно, управляющих компаний. Все-таки к ним у нас есть вопросы определенные. То есть, если они в последующем не будут исправляться, то есть будем принимать к ним различные административные методы. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был главный государственный жилищный инспектор Чувашьей Республики, руководитель госжилы инспекции Виктор Кочетков. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова